Бесконечно можно смотреть на три вещи – огонь, воду и работу мастера. Все они есть в кузнице. В темную и загадочную мастерскую Левша на экскурсию пришли особенные дети и их родители из клуба «Грани», чтобы открыть для себя тайны благородного ремесла. Коваль – профессия сказочная и овеяна множеством мифов и легенд. Атмосферу таинственности умело поддерживает Елена, девушка-кузнец. Ребятам рассказывает, как работают современные гефесты, какие используют техники и приспособления. За многие долгие столетия практически ничего в кузнице не поменялось. Добавился электрический молот, который стучит сам, добавился электроподдув горна. Но это, наверное, все. Как использовались наковальни, так они и используются. Как были молоты, они такими и остались. Огонь очень хорошо чувствует людей. Он чувствует, когда человеку нравится. Бывает, что приходят девочки, они отпрыгивают от искр. Искра не сделает ничего страшного. Как только теоретическая часть закончена, гости с нетерпением приступают к практике. Кузнецы предложили каждому своими руками сделать сувенир из железного прута. Улитку. Сначала материалы разогревают в горне, потом расплющивают конец заготовки, разделяют на две части. Это и будут усики-улитки. Затем пневмомолотом делают раковину. Все этапы работы контролирует мастер. Особенные дети бесстрашно хватаются за молот. Огонь и громкие звуки не пугают их, а наоборот зачаровывают. Понравилось, что можно было самим поучаствовать. Не только послушать, но и принять участие. Стукнуть – это мужское занятие по наковальне. Не каждому дается участвовать. Хотя видели мы иногда наковальни вот эти все. В Суздале были. Там тоже вот видели изделия из кузнецов. Помнишь, да? А здесь поняли, как это делается. Эта экскурсия – четвертая по счету для семей общества молодых инвалидов Грани. Все путешествия в рамках проекта «Улица мастеров». Ребят знакомят с разными видами труда, начиная от древних ремесел и заканчивая современными профессиями. Особенные дети уже были на конфетной фабрике и в реставрационной мастерской. О навыках здесь говорить, конечно, не приходится. Потому что даже то, что они пробуют своими руками – это просто мастер-класс. Это не навыки. А хочется, чтобы ребята задумывались о том, что люди работают, работают родители, что работать необходимо, что люди, которые работают, уважаемые. Хочется, чтобы появилось желание делать что-то своими руками. Влюбиться в профессию кузнеца очень просто, рассказывают мастера. Достаточно один раз взять в руки инструмент и почувствовать жар горно. До конца года у молодежи Грани еще много впечатлений. В планах посетить пожарную часть и познакомиться с романтикой работы спасателя, совершить путешествие в театральное закулисье. В мечтах – экскурсия на пекарню. Но это если позволит техника безопасности. Увы, особенным детям открыты не все двери. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ, Иваново.